Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Можно ли молиться за усопших, если знаешь имя умершего человека, но не знаешь, был ли он крещённый? Вопрос очень популярный. Поэтому при всей простоте необходимо на нём внимание своё остановить. Во-первых, есть два вида молитв. Частная и церковная. Келья устава не знает. Поэтому дома о всех своих родственниках молись как угодно. Стоя, на коленях, громко, про себя. Псалтирь по усопшему читай, канон по усопшему, литию, совершаемую мирянами своих усопших родных. Просто своими словами молись в утренних молитвах. Это не запрещено. Читаю сколько угодно. Крещённый, некрещённый. Не так уж и важно. Главное, чтобы любовь была к этому человеку. Милостыню не забывайте совершать в честь и память его. Крещённый, некрещённый. Сейчас можно милостыню с успехом раздавать, даже не встывая с дивана. Туда перечислил, сюда перечислил, на храм, детям, погорельцам, многодетным, больным. Без проблем можно найти нуждающегося человека и не оправдывать себя тем. Ну, я живу в маленьком городочке, в храм прихожу, там даже нищих нет. Есть нуждающиеся по всему миру. Найти несложно. Поэтому раздавайте милостыню в честь и память своих усопших родных, по мере сил своих, любым доступным вам способом. Что касается молитвы церковной. Батюшки делятся тут на две части. Некоторые домысливают к лучшему, а некоторые к худшему. Одни говорят, не знаешь, крещённый или нет. Но будем считать, что крещённый иконы не жёг жену или бабушку, или кого-то. Не клял за то, что в церковь ходит. Но будем считать, что крещённый, подавай записки. Их меньшинство, но они есть. Большинство всё-таки скажет, ну, если наверняка не знаешь, то, наверное, поминать не будем. Молись сама, панихиду мы служим. Стой, молись на панихиде, читай записки со своими родными самостоятельно. То есть в храме молиться можно самостоятельно. Можно и какое-то пожертвование совершить, можно и продукты какие-то принести на панихидный столик. Но записки читать всё равно самостоятельно. С именами тех родных, о чьём крещении ты ничего не знаешь. Можно свечку поставить? Да, не запрещено. Хоть там весь канун свечками обставь, не запрещено ставить свечи за некрещённых. Живых или умерших не играть никакой роли. Вот записки писать нельзя. Это тут сто процентов. Разве что батюшке можешь подать записочку, если батюшка хорошо знаком, и сказать, батюшка, вот вы так за моих родных молитесь. А можете молиться ещё в частной молитве за моего, допустим, усопшего отца, который был некрещён. Не на литургии, но самостоятельно. Батюшка возьмёт и помолится. Ну, может быть, не все, но большинство берут. Такие записочки. Но это не значит, что надо переложить на него ответственность. Но и самой молиться. Господь, Бог наш, Господь милости, щедроты, человеколюбия, Он определится. Позвольте, как поступить с душами наших усопших родных, крещённых и некрещённых. Позвольте ему действовать самостоятельно. Мы надеемся на его милость, на его милосердие. И пусть наши все родные усопшие, пусть будут хоть с краюшку, но в райшку. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok